Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». В 2008 году компания «Опель» попрощалась с «Вектором» и представила миру совершенно новый флагмановский седан «Инсигния». Мало кто знает, что это не просто детище «Опель», это коварный план «Дженерал Моторс» по завоеванию мировых рынков. В отличие от «Вектором», «Инсигния» продавалась на рынках США и Китая как «Бьюик Регл», а в странах Латинской Америки как «Шевроле Вектор». Но «Инсигния» сильно проигрывала на рынках стран СНГ, Пассату и Мондео. Что же пошло не так? Почему «Инсигния» отпугивала потенциальных покупателей? Имидж неведомой «зверушки» или просчёты по части надёжности? Почему «Инсигния» не блещет ликвидностью? Обо всём этом и о многом другом мы расскажем сегодня на примере топовой версии Opel «Инсигния» OPC. Встречаем! Базовые атмосферные двигатели объёмом 1.6 и 1.8 литра очень похожи. У них даже комплекты ремня ГРМ идентичны. 1.6 литра появился в 1998 году на «Астраджи». В 2004 году он был модернизирован путём добавления на каждый распредвал по фазовращателю. А 1.8 литра появился в 2003 году на «Вектро С». По сути, с тех лет с минимальными изменениями и прошивкой этот двигатель устанавливали с 2008 года на Opel «Инсигния» до 2012 и 2013 года соответственно. Механически они очень надёжны, а за поломку такого двигателя надо давать медаль владельцу. Что нужно о них знать? Эти двигатели не имеют гидрокомпенсаторов, поэтому каждые 120-150 тысяч километров надо регулировать тепловые зазоры. Зазоры регулируются подбором тарированных толкателей. В общем, если вы хотите «Инсигнию» с надёжным мотором, то вам надо выбирать из этих двух. Как правило, при пробеге в 150 тысяч километров надо заменить прокладку теплообменника и уплотнения на его патрубках. Лучше это сделать заранее, потому что если масло появится в расширительном бачке, то тогда надо промывать всю систему охлаждения и менять патрубки. Если двигатель эксплуатируется в трассовых режимах, то есть меньше циклов нагрева и охлаждения, то тогда прокладки теплообменника служат дольше. Раз в 50 тысяч километров ЭБУ оповестит вас, что пора менять термостат из-за неисправности его нагревателя. Термостат управляемый, стоимость оригинального – 70 долларов. Если владелец злоупотреблял заменами масла, то могут затрещать муфты фазовращателей. А если владелец экономил на свечах, а хорошая свеча для этого двигателя стоит всего лишь 3 доллара, то это может привести к выводу из строя модульной катушки зажигания, которая от оригинального производителя стоит 110 долларов. Коллектор впускной у двигателя 1.8 с изменяемой геометрией. Однако двигатели мощностью 115 и 140 лошадиных сил были откровенно слабы для Insignia. Их не подружили с АКПП, а доступная МКПП М32 частенько просилась на замену задних опорных подшипников валов. Но об этом мы расскажем чуть далее. Все остальные моторы для Opel Insignia турбированные. С начала продаж был доступен двигатель объемом 1.6 турбированный, а 16LET с распределенным впрыском. А летом 2013 года появился совершенно новый турбомотор объемом 1.6 с непосредственным впрыском. Оба этих мотора не подарок. Старый с временным приводом имел проблемы с разрушением поршня четвертого цилиндра и из-за перегрева появлялись трещинки в ГБЦ. Первый мотор был доступен только с МКПП, а новый, с которым Insignia выпускалась всего полтора года, был уже доступен с АКПП. Прямо впрысковый 1.6 турбо с аббревиатурой CD унаследовал проблему разрушения поршня. Также цепи, которые находятся со стороны маховика, цепь ГРМ и цепь балансиров растягивались к окончанию гарантийного срока. Также загрязнялись форсунки, выходил из строя ТНВД, появлялись проблемы по части турбонаддува. Но в этом моторе регулировать тепловые зазоры не надо, потому что регулируются автоматически, гидрокомпенсаторы присутствуют. С лета 2011 года Insignia начала оснащаться турбированными двигателями объемом 1.4 – А14NET. Это очень редкий вариант, но двигатель унаследовал все те же проблемы. Проблемы по части привода ГРМ, проблемы с разрушением поршня, а также пристального внимания требует разветвленная система вентиляции картерных газов. Все двухлитровые моторы на Opel Insignia турбированные. Бензиновые моторы берут свое начало от двигателя Z20NET, который устанавливали на Opel Vectra C и на Saab 9.3. На Saab 9.3 под обозначением B207. На Insignia этот мотор раздули до 220-250 лошадиных сил турбокомпрессором BorgWarner и добавили непосредственный впрыск. Этот двигатель стал жертвой посредственного оригинального масла, которое меняли раз в 15 тысяч километров. Из-за этого возникали проблемы по части турбонаддува, также засорялись управляющие соленоидные клапаны фазовращателей. Да и вообще этот двигатель к пробегу в 100 тысяч километров отправлялся на переборку, либо же его меняли на БУ-агрегат. А вообще бывали случаи, что этот мотор клинил из-за попадания по штоку ТНВД бензина в масло, а также из-за того, что турбина просто выпивала все масло. Роликовые цепи ГРМ и балансиров требовали замены уже к пробегу в 150 тысяч километров. ТНВД надежный, а вот форсунки загрязнялись. Также загрязнялись грязным топливом. Фильтры тонкой очистки уже к пробегу в 50 тысяч километров. Но это уже не проблемы двигателя. На фоне всех этих проблем 2,8-литровый турбомотор выглядит паинькой. Серьезных проблем у него нет, а аппетит сопоставим с двухлитровым турбомотором. С самого начала продаж Insignia был доступен двигатель 2,8 turbo мощностью 260 лошадиных сил, а летом 2009 года появилась топ-версия OPC с форсированным до 325 лошадиных сил двигателем. В этом моторе главное не проморгать время замены цепи ГРМ, потому что появится выработка на звездах распредвалов, которые совмещены с возвращателями. В этом моторе надо следить за радиатором охлаждения, то есть за его чистотой, а также не жалеть денег на качественное моторное масло. И тогда этот мотор без хлопот пройдет 300 тысяч километров. Вся гамма дизельных двигателей представлена двухлитровым дизелем, который развивает от 110 до 195 лошадиных сил в битурбированном варианте. Этот мотор имеет итальянские корни и превращение его в двухлитровый вариант повлекло за собой некоторые проблемы. Одна из проблем – это давление масла, которое приводило к износу коренных вкладышек, к заклиниванию двигателя. А самая красочная поломка – это поломка коленвала. Знающие владельцы после или до поломки устанавливали индикатор давления масла, меняли злополучное уплотнение на маслозаборники и меняли редукционный клапан маслонасоса. На рестайлинговых инсигниях проблемы были решены с двигателем 2.0 CDTI, то есть там появился новый маслонасос и доработанный коленвал. Редкие инсигнии с двигателями 1.6 CDTI приехали к нам из Европы. И хорошо, что сделали это своим ходом, потому что с конвейера моторы 1.6 CDTI были оснащены дефектным гидронатяжителем цепи ГРЭМ, который выходил из строя к пробегу в 30 000 км. Цепь перескакивала, тогда мотор погибал. Также много двигателей 1.6 CDTI погибли из-за растяжения и перескока цепи ГРЭМ уже в послегарантийный период. Привод ГРЭМ с роликовой цепью установлен со стороны маховика, поэтому для замены цепи ГРЭМ надо снимать трансмиссию. Одним словом, все ликвидные двигатели для Opel Insignia – это маломощные атмосферники. Кстати, вот этот 2.8 Turbo тоже неплох. А к остальным моторам у нас есть очень много вопросов. Отметим, что практически все двигатели, о которых мы только что рассказали, мы разобрали в наших разборках на канале. Поэтому все ссылочки будут в описании к этому видео. Обязательно посмотрите. Бензиновые двигатели от 1.4 до 1.8 и дизельные двигатели мощностью до 130 л.с. оснащались механическими коробками переключения передач шестиступками М32. Эта коробка имеет проблемы с износом задних опорных подшипников ведомых валов. После этого коробка начинает шуметь. Рычаг переключения передач начинает дергаться при ускорении и замедлении. А вот Insignia, которые были выпущены после 2012 года, оснащены уже модернизированной коробкой и таких проблем не имеют. Механика F40, которая устанавливалась со всеми мощными двигателями, а также с очень редкой версией двигателя 2.0 CDTI мощностью 120 л.с., очень надежная и проблем практически не имеет. Но будет не лишним в ней менять масло каждые 50 тысяч километров. На Opel Insignia устанавливались три разные АКПП. Aisin TF80SC под обозначением AF40 устанавливали опционально на двигатели турбированные 2.0 2.8, а также на двухлитровый турбодизель. Хороший автомат служит долго, но при условии, если масло в ней менять каждые 50 тысяч километров и следить за охлаждением. С лета 2013 года вместо Aisin на двухлитровый турбомотор начали ставить коробки 6T70. Это совместная разработка GM и Ford. Отличные и надежные коробки могут без труда прослужить 300 тысяч километров. Опять же, с лета 2013 года для турбированного бензинного двигателя объемом 1.6 стала доступна трансмиссия 6T45, а в 2015 году ее предложили для 136-сильного двигателя 1.6 CDTI. Вообще, трансмиссия 6T45 появилась на автомобилях GF в 2007 году и прославилась ненадежностью по всем фронтам. В 2011 и 2014 годах ее допилили и Insignia достались уже надежной трансмиссии 6T45. В общем, к трансмиссиям для Opel Insignia к автоматическим вопросам намного меньше, чем к двигателям. Мощные версии Opel Insignia оснащались полным приводом на основе многодисковой муфты Haldex. Естественно, версия OPC по умолчанию полноприводная. Специальное масло в муфте надо менять каждые 30-50 тысяч километров, иначе грязное масло приведет к поломке муфты, а именно к выводу из строя маслонасоса и в некоторых случаях электронного блока управления. Симптомы серьезных проблем с муфтой – подергивание при резких ускорениях, а также проскальзывание и хруст внутреннего заднего колеса при крутых поворотах и разворотах на малой скорости. Конкретно на Insignia OPC до сентября 2013 года муфты Haldex выходили из строя из-за неправильной прошивки блока управления. В долгосрочной перспективе при пробеге в 150-200 тысяч километров придется заменить электромоторчик насоса, потому что в нем из-за критического износа щеток изнашивается еще и коллектор. В салоне Opel Insignia OPC никакого закоса под лакшери. Все черное, черные вставки, черный потолок. Видать, в Opel считают, что чем чернее, тем спортивнее. Здесь установлены спортивные сидения Riccara с мощной боковой поддержкой, спортивный руль, значки OPC на селекторе, на руле. В целом же это обычный салон Insignia. Ну а сейчас мы поедем на СТО в город Бобруйск, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Обязательно помните, что в «АвтоСтронг» есть подразделение «МотоСтронг». Мы привозим отличные мотоциклы из Европы с полным комплектом документов. Все ссылочки и подробности в описании. Мы едем в город Бобруйск на СТО, чтобы продолжить рассказ об этой машине. Opel Insignia OPC – это своеобразный muscle car от Opel. Она прокачана не только по скорости, но и по управляемости. Ну, внешне само собой. У конкурентов таких особых версий не было, хотя Passat по сравнимой мощности существует. Insignia OPC – это типичный пожиратель автобанов. Она легко едет на скорости 16-20 км в час и машина особо не напрягается. А вот я чувствую себя абсолютно спокойно и комфортно. Нам эта поездка обойдется недешево, потому что Insignia ест много топлива. В городе 16-17 литров, а по трассе с адекватной скоростью 100 км в час примерно литров 10 км в час. Едете быстрее – ест намного больше. Сейчас мы находимся в автосервисе «АвтоСпектр» город Бобруйск. Это современная оборудованная станция, которая входит в состав самой крупной сети СТО на территории Беларуси – Solid Auto Service. Обязательно подписывайтесь на страницу сети в Instagram и следите за предложениями. Все ссылочки и подробности в описании. Передняя подвеска Opel Insignia представляет из себя стойкий McPherson с единственным нижним треугольным рычагом. Но Opel Insignia OPC оснащена генно-модифицированным McPherson. Суть та же, но есть заметные отличия. Здесь амортизационная стойка не поворачивается вместе с кулаком передних колес. Передние кулаки к рычагу и стойки крепятся через два штифта – так называемые «шкворни». Соответственно, нижние треугольные рычаги разные. Нижний треугольный рычаг HyperStrat не имеет шаровой и крепится только через сайленблоки. Все сайленблоки детализируются отдельно. Верхний шкворень также продается отдельно. Есть предложения не по оригиналу, но все сайленблоки и шаровые служат на этом автомобиле долго – примерно 100 тысяч километров. Opel Insignia оснащается двумя типами амортизаторов – совершенно обычными пассивными и адаптивными FlexRide. Кстати, в пассивной подвеске используются пластиковые тяги переднего стабилизатора, а в адаптивной – стальные. Несмотря на то, что пластиковый оригинал ходит 50 тысяч километров, предыдущий владелец мог заменить его на стальной неоригинал. Резиновые втулки, штанг переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости также являются расходниками и продаются отдельно. Вернемся к амортизаторам. Проводка к задней стойке FlexRide неудачно проложена. Поэтому к весне обычно машина начинает сообщать о неисправности подвески, и работает в самом жестком режиме. Эта проблема лечится устранением обрыва провода. Этот провод можно обнаружить за локером заднего левого колеса. Раз в 5-7 лет один из амортизаторов FlexRide может дать течь, но сегодня без труда их можно отремонтировать. Вообще передний активный амортизатор стоит примерно 500 долларов, задний – 550 долларов. Пассивные в три раза дешевле и предложений по оригиналу хватает. Универсалы Opel Insignia могут комплектоваться задними амортизаторами с автоматической регулировкой дорожного просвета в зависимости от нагрузки. Такие амортизаторы еще дороже – по 600 долларов. В зависимости от типа привода Opel Insignia оснащается двумя типами подвески. Задняя подвеска у переднеприводных автомобилей имеет четыре рычага, а у полноприводных три рычага с нижним H-образным рычагом с дополнительным соединительным звеном. В целом подвески ходят неплохо – примерно 100 тысяч километров. Opel Insignia оснащалась всеми возможными усилителями рулевого управления. Это гидроусилитель, электрогидроусилитель и просто электрический. Рейка может начать стучать к пробегу в 150 тысяч километров. Чтобы продлить ей жизнь, надо хотя бы раз в 50 тысяч менять гидравлическую жидкость. Самый беспроблемный вариант усилителя – это гидравлический, но возможны подтекания гидравлической жидкости. То же самое касается и рулевого механизма с электронасосом. А вот чисто электрическая рулевая рейка, которая знакома и по другим моделям Opel, может порадовать своего владельца попаданием влаги через сальник вала. Влага и грязь выводят из строя датчик крутящего момента рулевого вала. Но в целом после чистки и пайки контактов этот датчик оживает. При пробеге в 100 тысяч километров на полноприводных инсигниях рассыпаются подшипники передней крестовины карданного вала. Также может порваться передний пыльник. Возникающие из-за сильного дисбаланса кардана вибрации сильно нагружают подвесные подшипники. Но, к счастью, кардан сегодня можно отремонтировать специализированных мастерских. Вот такой долгожданный обзор Opel Insignia у нас получился. Обещали – сделали. Автомобиль интересный, но противоречивый. Если вы владеете Opel Insignia, обязательно черканите отзыв. А у кого Insignia нет, напишите, купили ли вы эту машину и с каким мотором. Если вы хотите знать о моторах, коробках и BMW запчастях абсолютно всё. А теперь уже и об автомобилях. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».